СПОНСОР ПРОГРАММЫ КИНОКОМПЛЕКС РОДИНА Славянский фьюжн в третьей части. Русские сезоны. Вечер современной хореографии. Большой театр. Прямая трансляция. Хочешь быть писателем? Заведи кота. Здравствуйте! Это 99-я страница программы для тех, кто любит читать. У многих крупных фигур в литературе были свои аргументы для того, чтобы держаться поближе к этому грациозному и совершенно самостоятельному животному. Уильям Бироус восхищался умением котов вжить в обществе совершенно неслужа ему, а Хемингуэй ценил в котах их эмоциональную честность. А какие эмоционально честные книги предпочитают наши юные телезрители? В который раз убеждаюсь, что люди, которые знают себя лучше, дарят себе лучшие подарки. Недавно моя лучшая подруга подарила мне книгу, которая очень мне понравилась. Это книга Курта Воннегута «Клэбель для кошки». В основе повествования лежит история журналиста, который собирает информацию для книги о бомбе, сброшенной на Хиросим в 1945 году. Он попадает в эту госплетенную игру, в которой также оказывается все его окружение и даже целое человечество. Название этой игры — жизнь. И Воннегут мастерски раскладывает ее по полочкам, используя элементы фантастики, философии и черного юмора. «Клэбель для кошки» — это целое мировоззрение, экономно упакованное в краткие и точные афоризмы. Первая и самая главная из них, пожалуй, — все истины, которые я хочу вам изложить, — гнусная ложь. Книга читается очень легко, несмотря на то, что она является антиутопией. И после ее прочтения хочется взять в руки другие книги автора. Одной из моих самых любимых книг является роман Гектора Мало «Без семьи». Эта книга рассказывает о жизни и долгих приключениях мальчика Реми, который на протяжении своей жизни не может узнать, кто является его настоящими родителями. В этой книге много внимания уделяется животным, окружающим Реми. Обезьянки, душки, собакам Капи, Дольче и Зербина. Эта книга рассказывает о нравах, культуре и жизни французского народа в то время, когда детей могли продавать и покупать как вещи, используя в своих целях. На протяжении многих тысяч лет рядом с человеком всегда была кошка. Именно поэтому о ней придумано множество потешек, колыбельных и сказок. Коты и кошки и сегодня одни из самых популярных персонажей. Их фотографиями пестрит интернет, о них снимают видеоролики и пишут книги. О лучших книгах в нашем рейтинге. Да, и не удивляйтесь, если каждая книга нашего рейтинга будет мяукать. Третье место. Франческо Марк Юлиано. Дело о мокрых тапках. Шедевры кошачьей поэзии. Это 60 смешных и трогательных стихотворений, которые могли бы написать ваши кошки, если бы не были заняты более важными делами. Зачем ваши пушистые любимцы портят ковры и мебель? Как относится ваш кот к тысячам лайков за опубликованное в соцсети видео с собой в главной роли? Эта книга откроет вам глаза на кошачье мироощущение и позволит заглянуть прямо в усатую душу. Второе место. Терри прачит кот без прикрас. В начале было слово, и это слово было кот. Итак, перед вами Евангелие породы кошачьих. Вы узнаете о котах все, из чего коты сделаны, их внутреннее устройство, законы, которые на них действуют или не действуют, что они едят и что пьют. Ну а чтобы было нагляднее, книга снабжена графическими рисунками. И первое место. Джеймс Боуэн «Уличный кот» по имени Боб. Кошки не приходят просто так. Это словно ангел-хранитель, который выбрал вас и больше не даст в обиду. Так и случилось у главного героя книги. В подъезде он нашел рыжего кота и приютил его. Джеймс был на самом краю пропасти, но кот кардинально изменил его и открыл смысл жизни. Книга не является полетом фантазии. Это реальная история, способная согреть даже самое холодное сердце. Знаете ли вы, что у Архангельского парка аттракционов есть свой символ – рыжий кот гостиниц? Его создателю, художнику Дмитрию Трубину, была поставлена задача нарисовать характерного для поморья героя. Так на свет появился яркий рыжий кот гостиниц. Про сказочного хозяина парка была написана книга. Ксения Горяева сочинила чудесную историю приключения кота-гостинца. Кто же он такой, этот загадочный кот? В августе 2016 года при поддержке парка аттракционов «Потешный двор» города Архангельска вышла моя новая книга «Кот гостиниц и тайна парка аттракционов». Коту эта книга явно понравилась. В книге идет речь о путешествиях во времени. Герои сказки попадают в Архангельск в тот момент, когда парка там еще совсем не было и принимают активное участие в его строительстве, а потом в монтаже нового колеса, который сейчас красуется на панораме нашего города. Идея написать историю про кота пришла в голову моей дочки. На тот момент ей было 6 лет, и когда мы гуляли в очередной раз по парку, мы увидели старый колодец. И фантазия полетела. В этот колодец угодил маленький котенок. Сторож парка аттракционов Михаил Иванович вытащил кота и оставил у себя дома. К следующему сезону, когда кот немножко подрос, он нашел в парке волшебный кристалл. Я, кстати, сегодня его и надела. Вот с этого кристалла началась удивительная история путешествий, приключений. Вот такая вот у нас получилась книжка фэнтези про кота-гостинца и город Архангельск. Ах, это беззаботная кошачья жизнь, вздохнете вы. Но история свидетельствует о том, что не все кошки прозябают в безмятежном блаженстве. Многие из них освоили разные профессии. Смотрители станции, киноактеры, моряки, сотрудники фабрик, музеев, библиотек и даже психотерапевты. Например, в Японии на просторах океана усатые хищники завоевали целый остров. Туристы прозвали остров кошек Аошима. Говорят, что одно посещение мурлыкающего острова заменяет 10 сеансов психотерапии. А на какой остров и зачем отправились герои нового фильма, расскажет наш эксперт. 9 марта в прокат вышел фильм «Конг. Остров черепа». Картина американского режиссера Джордана Вонг-Робертса вновь возвращает зрителей на таинственный остров, но уже без блондинки. Главную роль исполнил Том Хиддлстон. Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественники сталкиваются с гигантской гориллой королем острова, которому явно было не по душе варварское вмешательство иноземцев. Пытаясь спасти свои жизни, члены экспедиции раскрывают давний секрет острова и, наконец, понимают, что роль короля – это защита острова от огромных доисторических тварей. Создатели картины пообещали дать ответы на многие вопросы, которые задавали поклонники классического фильма о Кинг-Конге. В дальнейших планах снять трилогию об обезьяне-гиганте. Данный фильм задуман как приквел к истории о Конге. А в конечной серии планируется встреча двух легендарных монстров – Годзилла и Кинг-Конг. У вас есть любимая книга? Поделитесь с нами в группе ВКонтакте, а мы расскажем о ней в нашей программе. Структура романа «Житейские воззрения» Кота Амура имеет две непересекающиеся сюжетные линии. Первая, собственно, автобиография Кота Амура. Вторая сюжетная линия – биография придворного музыканта Иоганна Крейслера. По признанию самого Гоффмана, у Мура был прототип. Это кот дивной красоты и еще большего ума, которого я воспитал. Он-то и дал мне повод к той забавной мистификации, которой пронизана эта, собственно говоря, серьезная весьма книга. Жизненный путь Мура ничем не отличается от человеческого. Он влюбляется, женится, встречается с другими котами, болезненно переживает высокомерные отношения собак, с которыми пытается свести дружбу. Кот Мур начитан и склонен похваляться своей образованностью. Он твердо убежден, что разум – это всего лишь способность поступать сознательно и не допускать никаких безумств. В этом и состоит его житейская мудрость. Кот Мур выглядит безусловно выдающейся индивидуальностью. Во-первых, он гораздо более образованнее, чем все его остальные собратья. Он прекрасно разбирается в поэзии, он выучил пуделянский язык и может поправить любого пуделя, который обнаруживает незнание языка. А во-вторых, кот Мур интересуется философией. Ему интересно знать основы сознания кошачьего и человеческого. А также кот Мур пишет диссертацию о влиянии мышеловок на психологию кошачьего. А у меня на этом все. И помните, Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова